Приветствую вас, внимательно прочитал я ваш вопрос, и вы знаете, ну, вот если отвечать на то, что вы спрашиваете в конце, да, уйтились на несколько дней или нет, то здесь я, наверное, думаю, что однозначно ответ будет да, уйти, потому что то, что происходит сейчас, это, мягко говоря, очень плохо для вас в первую очередь. То есть вот вас это все травмирует, вам это все тяжело, и, в общем-то, подобная мысль у вас, я имею ввиду, она родилась, эта мысль совершенно не просто так, она родилась по, ну, по ряду причин, эта мысль у вас родилась, и надо сказать, что для нее, для этой мысли, ну, действительно, есть довольно серьезные основания, потому что мужчина, он вот ведет себя, ну, совершенно, совершенно не так, как вообще вот должен вести себя, ну, как должен вести себя мужчина, да, как должен вести себя уважающий, опять же, себя человек, уважающий себя мужчина, вот, значит, да, вам нужно уйти, пожить какое-то время отдельно от него, чтобы, может быть, он что-то для себя переосознал, чтобы вы что-то для себя осознал, то есть персона стоит и нужно сделать переосознание, вот, но, значит, проблема, на мой взгляд, не в этом, не в том, что учили вам на несколько, там, дней или не уходить, проблема не в этом, проблема в другом, знаете, проблема в том, что вы, вот, вы, не берете на себя, ответственность, прошу прощения, если вам сейчас покажут, что я говорю, так же, как ваш мужчина, да, значит, проблема в том, что вы не берете ответственность на себя за то, что происходит между вами, то есть, вот, вы говорите, что мы в последнее время стали часто ссориться, вы понимаете как, ссорится, ссорится с вами мужчина, это, я, в принципе, понять могу, я могу понять, почему он с вами ссорится, я могу понять, как, ну, как, почему, по какой причине такая ситуация происходит, вот, это все, в принципе, довольно, довольно, довольно понятно, вот, но мне непонятно, почему вы, вот, вы, это все терпите, терпите, почему вы, эээ, позволяете ему, так, с собой обращаться, почему, почему вы, эээ, позволяете мужчине, эээ, себя, так с вами вести, почему, почему вы, эээ, вместо того, чтобы, например, уже давно уйти от него, пытаетесь с ним помириться там, вот, откуда у вас, откуда у вас, эээ, вот эта вот, эээ, линия поведения, вот, это очень важный момент, на самом деле, на самом деле, потому что, эээ, видите ли, как, ээ, мужчина ваш, он вас старше, видите ли, мужчина, вполне вероятно, считает, что вы еще ребенок, и вы ничего не понимаете, ничего не знаете, и так далее, так далее, так далее, и вы либо полностью ему подчиняетесь, либо, если вы не хотите ему полностью подчиняться, если вы чувствуете, что это не ваше полностью подчиняться человеку, что вам просто нужно отстаивать свои личные границы, и, эээ, действовать так, как вы считаете нужным, не так, как считает нужным он, а так, как вы считаете нужным. Вот это, на самом деле, очень и очень важный момент, потому что, что мы видим, эээ, сейчас, да, эээ, что мы видим сейчас. Сейчас мы видим с вашей стороны только то, ээээ, значит, ээээ, что вы терпите по какой-то причине все, все, что вам мужчина, эээ, говорит, все, что он делает, и так далее. Вот. Почему вы терпите это все, не очень понятно. Ээээ, вы не говорите, что вы любите его, вы не пишите, что вы его любите, а, эээ, у вас нет такого, эээ, ну, как бы, такого, эээ, выражения, что вы мужчину любите, именно, именно любите его. И я, исходя из этого, делаю вывод, что вы от него просто, эээ, в чем-то зависит. Ну, вот, мне и хотелось бы у вас спросить, а если есть зависимость, то в чем она, эта зависимость? Понимаете? Почему вы так хотите с ним быть? Почему после всего того, что он, эээ, сделал по отношению к вам, вы еще сомневаетесь, эээ, уходить ли от него или нет? И здесь, конечно, на первый план наступает, знаете, то, как вы себе относитесь, то, как вы себя позиционируете, то, как вы отцениваете себя и насколько вы считаете себя достойной, хороших отношений, равноправных отношений, счастливых отношений. Каких отношений вы вообще для себя хотите? Вот это вот, эээ, здесь это, эээ, тоже, знаете, ну, не очень так, эээ, я бы сказал, эээ, понятно. Потому что у вас же позиция по всему этому поводу, вот вы, например, говорите, да, что, ну, вы ссоритесь. Ссориться – это когда, эээ, значит, как бы два человека борются, борются за свое позицию. Но у вас, у вас, эээ, ситуация такова, что, как бы ссориться с вами только мужчина, эээ, вы сами свою позицию вообще не отстаиваете. И после всего того, что произошло, вы только говорите, что, может быть, я поживу несколько дней у мамы, раз мы ссоримся там. То есть вы не, не, вы просто, как бы, сбегаете от проблемы, вы не хотите эту проблему решать, вы надеетесь, что, эээ, вот спасуете вы у мамы и эээ, ситуация сама с тобой, как бы, разрешится. Эээ, правда, получается в том, что он ничего не разрешится, проблема останется, мужчина поменяется в вас, эээ, вряд ли. Вот, наоборот, ему больше, больше лет, чем вам, намного больше лет, чем вам. И, эээ, соответственно, вероятно, с того, что именно он поменяется и изменит свое отношение к вам, очень мало. У него, у него, скорее всего, в отличие от вас, уже есть четкое представление о том, ну, какими данными отношениями он к этому стремится. А вот чего хотите вы, каких отношений хотите вы, как вам хочется, чтобы они развивались, и почему вы допускаете для себя вот это все, я имею в виду, такое отношение к себе. Это большой вопрос. И это, на самом деле, предмет для личных консультаций с вами. Потому что, когда вы говорите, что я хотел с ним поделиться, это означает, что, по сути дела, вы, эээ, ну, как бы, признаете свою вину, да, признаете свою вину за то, что вы, там, сделали, хотя в действительности ничего плохого вообще-то вы не сделали. И вот это вот ваше отношение к себе, в первую очередь, оно и позволяет мужчине, вашему мужчине, вот так вот с вами вести себя. И я думаю, что простым уходом от него на несколько дней ситуация просто напросто не разрешит. Здесь важно прорабатывать именно ваше отношение. Отношение к себе, отношение к мужчине, чего вы хотите по отношению к мужчине, что вам нужно, зачем вам эти отношения, как вы относитесь, какие у вас были отношения до этого, какие у вас отношения с вашими родителями и так далее, и так далее, и так далее. Потому что налицо явные проблемы с соблюдением личностных границ, с позиционированием себя, с самоуважением и так далее. А также попытка избегать ответственности. Но ответственность не в том плане, что мы говорим, да, про то, что вот вы, там, делаете что-то не так и прочее, прочее, прочее. То есть, это как раз так и нормально. То есть, понимаете, нормально, что вы хотите, чтобы мужчина, там, за вами, например, поухаживал. Нормально, что вы хотите, чтобы, ну, что вы, там, кладете одеяло, как-то и что-то еще, понимаете. Нормально, что вы, там, чайник, как-то, да, там, ставите, там, его на... не ровно на комфорту, да, на что-то другое. Это все нормально. И если мужчина обращает на это внимание, если на него подобные бытовые проблемы имеют такое отношение, то это значит, что дальше будет только еще более, еще больше прогрессировать подобные отношения. Потому что мужчина понимает, что вы реагируете на это, как бы, положительно. Вы не считаете, что он не прав. А раз вы не считаете, что он не прав, значит, он и будет так поступать. Поэтому я думаю, что вам нужно определить вообще, чего вы хотите в отношениях, зачем вы именно с этим мужчиной в отношениях. И как так получилось, что вы выбрали мужчину на 12 лет старше себя. Почему вы выбрали? Чем это обусловлено? Вот тоже, знаете, важный вопрос к вам. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, который вы задаете в тексте своем, я скажу, что да, вам нужно уйти сейчас от мужчины, но вот за то время, что вы будете у мамы, вам необходимо, как следует, подумать о том, с чего вы хотите от отношений. И вообще, я думаю, вообще-то говоря, тот ли это мужчина, который вы хотели бы видеть рядом с собой. Вот, в принципе, так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Потому что пока вы не будете отстаивать, что это дорого вам, пока вы не будете защищать себя, пока вы не будете защищать то, что ценно вам, пока вы не будете отстаивать это и уважать себя, уважать свои личные границы и действовать в своих интересах, пока вы будете такой вот, можно сказать, зависимой от мужчины, да, ну, подобное отношение к вам будет проявляться. Если вы, например, допускаете, что женщина должна полностью подчиняться мужчине, если вы допускаете, что женщина должна делать только то, что мужчина ей говорит, то это ваш же право. Но тогда непонятно, почему вы безропотно с самцем не соглашаетесь. То есть здесь вот вопрос именно вашей позиции, именно формирования вашей позиции. В чем можно вам, в принципе, помочь, если вы пожелаете поработать более приватно. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...